Всем добрый день! Миношустик наконец-то улегся. Тут бегал, прыгал, скакал, наводил тут порядки у нас. Что хочу сказать. Диана в университет собирается. Я сегодня работаю с 4 вечера, поэтому сейчас я буду готовить нам котлеты. На улице холодно. Вон парень пошел в куртке. Детки вон в кофта. Но сегодня хотя бы солнышко проглядывает, в отличие от вчера. Господи, но холодно, холодно, поэтому нужно одеваться тепло. Диана будет возвращаться вечером, поэтому нужно надевать теплые кофты. Вон она стоит. Спортивные штаны, футболка. Что, Шефталя, сидишь? Продавливаешь там это, плитку? Ну что, ну это тоже. Диана, возьми вот эти кожу. А что, ну съешь там. Ну это ты сейчас не хочешь. Ты привернешься домой в 6 часов вечера. Постель, пожалуйста, заправь, Диана. Я прошу тебя. У меня нет времени. Это, это буквально 30 секунд. У меня нет времени. Нет, ну вы видите. Я опаздываю постоянно. А что ты постоянно опаздываешь? Раньше выходи. Как ездила в школу к это, в полдевятого. Так никогда не опаздывала. Да, Минош? Я опаздываю. Ну естественно. Я не могу занимать. Он спит. Мой сладенький. Он спит, да, Масечка? Так, муж мой уехал. Созванивались. Все уже на месте. Приехал. Будет отдыхать. Они бы, кстати, поехали с Фурканом. Вот такие вот у нас отпуска. Я отдыхаю с Дианой. Он отдыхает. Ну это только на самом деле в этом году с Фурканом. Да? Это я говорю. Ну почему ты, почему ты не поедешь с Фурканом? Проведете вместе время. Он же не поступил в универ. Поэтому времени у него достаточно. Да, мой сладенький? Да, мой Мася? Мой барашечек спит. О, Господи, Миноша, что с тебя здесь? Когти отваливаются, да? Отваливаются от Миношека когти. Ти мой кот, ти мой кот, ти мой кот. Мягкий. Барашоныш. Спи, спи, спи. На улице холодно. То на балкон там выбегает, то все. А сейчас нет. Все позакрыто. Нечего там морозить. Мягкое место. Ну что, Дианусик? А где теплая кофта с начесом? Какая-то... Ты же сказала, наденешь с начесом. Нет, я тут не надену. Да? Я вчера так думала. А, сегодня уже передумала. Вчера думала... Давай, я тебе надену. Да, конечно. Вчера, значит, слушайте, замерзла и думает, все, надену теплую кофту с начесом, штаны с начесом. А сегодня уже отогрелась. Я хотела надену штаны с начесом. Ты мне что сказала? Я тебе сказала, что они, ну, как бы, нет немножко... Ну вот, ну вот. Цвет у них не совсем прекрасен. Ну вот, цвет не сломался. Вот, поэтому они выглядят как такие уже. Цвет бледной обезьяны. Они истрепались. Ну истрепались. Их уже по месту, либо переводи надомные. А купим тебе другие. Ну надомные я посыплю. Да я даже не спорю. Это вообще делается очень быстро. Вот я уже, видите, вот такие. Вот тоже свои с начесом достала штаны. С начесом. Что тебе? Давай сниму, сниму, покажу. Смотри. По ним не видно. Да смотри. Тебе начес покажу. Начесик. Там уже начесик. Ну там уже начесик. Они уже и с этой, тоже истрепались сильно. Все, давай, удачи с Богом. Быстрее закрываем, пока Минош не раздуплился, да? Что дверь была открыта. Закрылись. Все. А, свет тут горит. Включаю свет. Так. Хочу глянуть, что у меня здесь. На какой стадии. Ой. Дзен, дзен, дзен. Очень медленный. Очень сложный. В техническом плане. Ой. Ну ничего. Ничего страшного. Будем ждать. Пойдем посмотрим на челешеньку. Она там, в другой спальне. У меня машинка моет посуду. Но мне нужно еще... А, вот видите, посмотрите, как посмотрите. Лежит. Она растянулась. Да, Кош? Ты здесь? Прекрасно, да, здесь? Главное, смотрите, лежит на моей стороне. Она хоть и любит очень моего мужа. Иногда можно застать. Знаете, какую картина? Он спит. И она вот легла ему прям на руку. Ну вот как... Вот так вот он спит. Как-то руку так положил. И она там лежит. Как будто бы он ее обнимает руками. Она так позволяет. Да? Масечка мамина. Масченыш. Зевотик мой. Ладно, отдыхай, Кош. Мама пошла. У мамы котлеты. У мамы котлеты куриные. У меня там две небольшие куриные грудки. Я сейчас их блендерну. Приправки и обжарю. Время 12 часов дня. Так, вот видите. Блендер, ну лучок. Чесночок нет. Шифта ли чесночок нет. Приправки. Чуть-чуть хлебушка. У меня как раз вот корочка такая осталась от батона. Как раз. И все. И у нас вот такой будет ужин. Еще у мамы там булгур есть. Все по-простому. Уже время полпятого. Я начала работать. Шифта ли мой помощник. Главное, ему очень понравилось это кресло. Вернее, оно ему и нравилось. Но месторасположение ему еще нравится больше. Чем раньше. Здесь у меня мой Миношустик. Отдаленный. Но он спал в комнате Дианы. Сюда вот пришел. Тут походил, походил. Наверное, пошел там сам себе. Открыл ведро с кормом. Поел. Он сам себя обслуживает. Я вот видите, настирала. Тушашкым. Покинул диван. Что я покажу вам свои котлеты. Возилась, возилась. Слушайте, с этими котлетами. Ну, хорошие, вкусные получили. Что говорить. Но печку замурзыкала до такого состояния. Что тут было все. Понимаете. Вот поэтому и не хочется порой жарить эти котлеты. Потому что грязное все. Все в жиру. И вот даже вот тут у меня набрызгало. Блин, пришлось и полы мыть. В общем, такая вот ерундень. А нет, не вскрывал ведро. Ведро закрыто. Сегодня, вы знаете, такая погода. С утра была холодно. Сейчас, не знаю. Может быть, тоже холодно. Но солнце. И все-таки солнце дает немножко теплоты. Хотя воздух холодный. А солнышко, вот, горит. Но она уже прячется. Время уже пять. Ребята в кофтах. Дянуська уже в дороге. Едет. Поэтому даже сегодня и в квартире за счет солнца тепло. Видите, я даже вот без кофты. Но кофта у меня там на мази. Хорошая погода. Ежедневно говорю. Хорошая погода, плохая погода. Ну, потому что вот лично я понимаю и замечаю за собой, что мое настроение зависит от погоды. Если честно. Вот если солнце, мне прям, ну, прям вот реально на подвиги какие-то тянет. Хочется шевелиться, веселиться, бегать, прыгать, то, все. Куда-то идти, мчаться. А когда солнца нет, у меня прям аж это, настроение такое кислое. Челешоныш, ты вышла подышать? Мась. Вышла маленькая. Ну, подыши, подыши и зайдем. Она недолго. Сейчас только я балконную дверь прикрою и она уже все, заходит. Все, пойдем, пойдем. Подышала, хватит. Пошли. Пойдем. Мась. Челеш, заходи. Давай, все, уже идет, хватит. Ну, конечно, там у нее же, у них же лапки без тапок и носок, да? Там подушечки такие нежненькие, мерзнут. Полы холодные, да, кож. Давала челеку котлету. Немного, ну, поела, поела. Кое-чего бросила, да? Не доела. Жопа с ручкой. Ждем Диану Челеш. Сегодня я буду ставить опару. Опара у меня, я буду готовить бородинский хлеб завтра. Сегодня я опару поставлю, чтобы завтра уже проснуться и, соответственно, уже начинать делать заварку, растойка и выпечка. Ой, 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 ой. Целый день, Шифталя. От ночи ты чем занимался? С Миношем на тут гуле вонили. Вот у меня гость. Не могу попросить отсюда удалитель антиширевает. А ты зачем это сделал? А, Минош? Ну, благо, что она пустая, а представьте, нет. Ну, потому что когда у меня что-то стоит полное, естественно, я не пускаю Миноша. Потому что он вредитель. Все, уходишь? Минош, я тебя прошу, удаляйся. Давай, 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 не крутись мне здесь. Ты мне мешаешь. Нет, как удаляйся? Зачем удаляйся, да? Легся поудобнее. Ну, Дянуська пришла. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук, заходи. Привет, привет. Лянь, тебя встречает мой помощник. Лежит тупо на столе и все. Понимаешь? Скажи, Минош, я требую внимания, да? Не знаю, не знаю. Полностью расположился. Стаканы валяет. В общем, все как всегда, да? То ли шифтали. Спит себе, спит, скажи. Гляньте. Улетела. Вот так, Минош. Мама сидит, работает. Вот смотрите, показывая вам преступника. Видите? А там еще вторая сидит. Ну, она просто сидит. Она не лазит. А вот этот, видите, что делает? Откуда воду пьет? Как думаете, вам видно издалека? Ну, вам, наверное, плохо видно. Оно видно. И, понимаете, кричать бесполезно. Опять, опять туда своим портусует. Минош. О, я еще даже могу приплести. Вот. Преступник, да, челек? Челек. Один глаз веркает. Челеша. Скажи, Миношу, что так вести себя нельзя. Так уходи немедленно. Все. Пойду сейчас, пока не забыла, поставлю турку в мойку. Все, время уже где-то около 11 вечера. Я закончила свою работу. Ставлю опару. У меня здесь закваска на цельнозерновой муке. И я добавила, естественно, вода и мука. Мука тоже не цельнозерновая, я говорю, тоже, тоже. Нет, не тоже. А мука, чавдар, блин, ржаная, ржаная. Забываю, понимаете? Поэтому сейчас ставлю Диана в душ. Я сейчас тоже иду в душ. Помою голову, что у меня голова какая-то квадратная. Просто не понимаю, от чего. Все готово. Прям пахнет, знаете, вот как колосок. Извлечешь оттуда эти семечки, семена. Короче. Зернышки, вот. И прям вот зернышками пахнет такими. Вот если зернышко разбить или размять, прям вот пахнет. Мука такая, видно. Так, все, вот моя крышка. Господи, вы видите, сколько у меня уже кастрюль? А я помню, когда полтора года назад, да, ну, условно полтора, сразу после землетрясения у меня было три кастрюли. Потом я докупила одну сковородку, потом вторую. И разделочную доску муж зеленого цвета купил. А, еще вот эту зеленую миску, тазик это нам дали. И он вот это для отбрасывания макарон купил. Все, больше ничего не было. Это вот купили за все это время. Здесь я оставлять это не буду, отнесу это на печь. Поставлю, потому что мне нож бэй тут гуляет. Ну и напоследок сейчас уже сегодня, на сегодня. На сегодняшний последок. Выйдем на балкон. Холодно. И запах такой, знаете, хотела сказать морозный. Не морозный, а такой холодный. Ну, воздух я чувствую прям вот как свежий. Холодный, но свежий. Ой, пошла я. Потащила я свою квадратную голову, тяжелую голову на мойку. Сейчас ее помою и спать. Вам всем удачного дня. Исполнение всех желаний и свершение всех начинаний.